В Шамкенте произошел пожар в частном жилом доме по улице Махмудова. Огонь охватил кровлю строения, а внутри дома загорелись предметы домашнего обихода. Пожар удалось потушить за 20 минут. Пострадавших и погибших нет. На место происшествия были привлечены ДЧС. 13 сотрудников и 3 единицы техники. Причина произошедшего выясняется. Кража спиртного попала на камеры видеонаблюдения в Шамкенте. Двое мужчин, заметив, что продавец отвлекся, берут бутылки со спиртным и кладут их в пакет. А после удаляются, не заплатив за товар. Злоумышленниками оказались жители Туркестанской области. Дознаватели в ходе расследования выяснили, что они причастны к шести аналогичным кражам. Общий ущерб составил 500 тысяч тенге. В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемых направлено в суд. Потерявшегося мальчика нашли в Шамкенте. В полицию обратился отец ребенка. Его сын уехал в школу и не вернулся. Сотрудники полиции в течение получаса нашли ребенка. Оказалось, что школьник заблудился, вышел не на той остановке и не нашел дорогу домой. Его передали родителям. Полицейские за сутки помогли 20 водителям, застрявшим в дороге. Так на трассе Алматы-Ташкент-Термес патрульные полицейские заметили стоящий на дороге грузовой автомобиль. Выяснилось, что водителю из Ирана пожилому мужчине стало плохо. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Всего же за сутки полицейские оказали помощь водителям больше 20 транспортных средств, которые застряли в дороге из-за сильного ветра и снегопада. Семеро человек утонули с начала зимы в Казахстане. Среди них один ребенок. Такие данные озвучили в МЧС. Спасти удалось 59 человек, в том числе четверых детей. В ведомстве рассказали о предварительных итогах аварийно-спасательных работ в зимний период. С ноября прошлого года спасатели провели 22 тысячи рейдов и патрулирований. Помогают в этом и волонтеры. По всему Казахстану задействовали больше 15 тысяч добровольцев. В наркобизнес привлекают все больше несовершеннолетних. Только в прошлом году на сбытие запрещенных веществ поймали свыше 40 подростков. Ситуация неутешительная, говорят полицейские. С начала этого года при сбытии наркотиков задержали уже четверых подростков. И теперь вместо учебы им грозит тюремный срок. Буквально на днях при проведении оперативно-растных мероприятий в городе Ахтубе задержан несовершеннолетний ученик 9 класса. В ходе обыска обнаружены свыше веществом в количестве 48 штук. Важно подчеркнуть, что за сбыт наркотиков законодатель предусматривает уголовную ответственность 14-летнего возраста. А наказание может достигать до 10-летнего лишения свободы. Вчера мне позвонила мама. Она сказала, что 18-летний сын искал работу, нашел якобы хорошую работу, но мама не знала, что он устроился с закладчиком. В итоге стало известно, что данный молодой человек сам употреблял и тот товар, условно говоря, который он должен был донести до пункта «Б», допустим, он сам употребил и денег не отправил. Его нашли, избили до полусмерти. Таких случаев у нас, я говорю о факте, единичном случае, таких фактов у нас очень много. В этом направлении полицейским помогают волонтеры, встречаются со школьниками, проводят различные акции, хакатоны и профилактические беседы. У нас прошел республиканский хакатон именно с участием IT-молодежи, которые разработали проекты по борьбе с наркозависимостью либо распространением синтетических наркотиков. Закрасили более 5000 наркографити по всей республике. Такими мероприятиями охватили свыше 700 тысяч молодых людей. Всего за прошлый год полицейские выявили 81 факт рекламы наркотиков. Заблокировали больше 6000 сайтов с информацией о запрещенных и психотропных веществах. К слову, список последних пополнился 13-ю новыми препаратами. Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководом, вручили в эту сколу полосы. Мы запринят, уезжаем.